Иордания ужесточает наказание за стрельбу на свадьбах. Такое решение принял король Абдала II после очередной трагедии. В результате так называемого праздничного залпа скончался ребенок. Не убивай меня своим счастьем. Такой слоган у новой социальной кампании, стартовавшей в Иордании. Каждый год в результате стрельбы на свадьбах гибнут в среднем 5 человек. Больше 20 получают ранения. Видеозапись недавней громкой трагедии сделал отец 6-летнего Шихаба. Мальчик прямо на его глазах стал жертвой свадебной стрельбы. Мой Шурин поднял пистолет в воздух, сделал 3 выстрела. Потом он опустил пистолет, попытался его перезарядить, но выпустил еще одну пулю. Она попала в моего сына. Из всей свадьбы я заснял только этот момент – смерть собственного сына. Сейчас Шурин отпущен под залог. В будущем ему грозит тюремный срок. На трагедию отреагировал лично король Абдала II. В обращении к нации он объявил, что ужесточает наказание для любителя отмечать праздники с оружием в руках. Даже если мой сын устроит праздник со стрельбой, он будет отвечать за это так же, как все остальные. Я видел эти кадры. С этого дня мы вводим новые наказания за такое, чтобы дети больше не гибли. Хватит. Теперь за стрельбу, повлекшую гибель человека, грозит пожизненное заключение. За ранение полагается 10 лет тюрьмы. Кроме того, на каждую свадьбу будут приходить полицейские и просить у жениха расписку, что развлечений с оружием в программе торжеств нет. Многие, впрочем, уверены, этого недостаточно. По мнению местных жителей, корень проблемы в неконтролируемом обороте оружия. На 7 миллионов жителей, по некоторым данным, приходится миллион пистолетов и автоматов. Их приобретают на черном рынке.